Красные гвоздики и почти мёртвая тишина. Пышности и громких речей ждать не стоит. Глаза бросается разве что форма юных кадетов. Ребята пришли почтить память Михаила Шестакова. На его могиле теперь новое надгробие. Трепетно и желанно, может быть, повторить этот подвиг. Но и также, я бы, наверное, тоже было бы страшно, наверное, в глубине души. О том, что Михаил Шестаков был моряком крейсера «Варяг» стало известно относительно недавно. На публикации появились в 2014-м его могилу на Донском кладбище в Ярославле нашёл известный краевед Ян Левин. Новость не оставила никого равнодушным. Шансов выжить, то есть минимум. И моряки не покинули корабль. То есть его было принято решение затопить. Хотя возможность была, то есть можно было сдаться. Они этого не сделали. Поэтому, конечно, это подвиг. И команду, и сам крейсер называют легендарными. 9 февраля 1904 года командир корабля Всеволод Руднев принимает решение прорываться из блокированного порта Чемульпо. Бой с японской эскадрой продолжается три часа. Русские выпускают больше тысяч снарядов. Потом в рапорте командира будет указано. Огнём потопили миноносец и несколько крейсеров. Серьёзные повреждения и у нашего судна. На общем собрании офицеров принято решение его затопить, чтобы не оставлять противнику. Потом о легендарном крейсере будет писать книги, снимать фильмы и слагать песни. Наверное, мы, товарищи, все по местам, Последний парад наступает. Дрогу не сдаётся наш гордый ворёт. Пощады никто не желает. О Михаиле Шестакове известно немного. Его родственников найти не удалось. Сохранилось даже в фотокарточке. Родился в 1875-м. Умер в 1940-м. Точно известно, на легендарном крейсере служил подручным минного машиниста. В сражении с японцами был тяжело ранен и в числе немногих моряков вернулся в Россию. В Ярославле жил на Красном Перекопе, работал на фабрике. Я считаю очень важным. Всё-таки без истории нет будущего. Наши дети должны знать, кто у нас защищал нашу страну, нашу родину. Это, я считаю, очень важно. Тем более, в сегодняшней ситуации. Кстати, затопленный крейсер японцы подняли, отремонтировали. С 1907-го года его использовали для подготовки моряков. Надпись «Варяг» так и осталась на его борту. В честь подвига русских. Георгий Коксин, Евгений Бушуев. День в событиях.